Все еще ошибаешься в написании разделительных твердого и мягкого знаков? Тогда это видео для тебя. Жми на колокольчик, не забывай подписываться на канал и смотри наше новое видео. Тема нашего сегодняшнего занятия – правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Чтобы разобраться с этой темой, нужно знать несколько несложных правил. Итак, для начала. Разделительный твердый знак мы всегда пишем перед йотовыми согласными. Это наши Е-Ё, Ю-Я. Мягкий знак мы пишем перед йотовыми согласными, но еще и перед И, и перед О, если это слова иноязычного происхождения. Например, для твердого знака подъезд, разъем, для мягкого знака барьер, соловьины и почтальон. Если мы с вами обратим внимание, то заметим, что твердый знак пишется всегда после приставок. Мягкий же знак пишется во всех остальных случаях. Но это еще не все. Поехали дальше. Еще твердый знак у нас будет писаться в словах, где есть корень двух, трех, четырех. Например, двухъярусный, но двухэтажный. Не будет никакого твердого знака, потому что следом не идут наши йотовые. Е-Ё, Ю-Я. И еще твердый знак у нас пишется после вот этих иностранных приставок. АП, А, ДИС, ИН, КОН, КОНТР, ОП, СУП, ПАН. Примерчики вы видите, но, наверное, самое важное для вас – это слова «объект» и «субъект». Их, к сожалению, нужно учить. Идем дальше. И запоминаем случай, где не будет ни твердого, ни мягкого знака. Это случай, когда у нас есть с вами сложные слова, образованные способом сокращения, либо слова, которые пишутся через дефис. Там вы не найдете ни разделительного мягкого, ни разделительного твердого. Например, инвяз, мединститут, поляблока. Надеюсь, теперь правило стало немного легче. Успехов! Субтитры создавал DimaTorzok